Всем привет, с вами Тана, мы продолжаем контрлот наш, несчастный, и сегодня у нас второй стрим по семейству апперкраст и джетсета, джетсета и апперкраст, и я чуть-чуть подправила джетсет, сделала ей выбранные нами прически, прически, правда, немножко коряво вышла, почему-то вот корни не прокрашиваются, я там всё перерыла, и почему-то я не могу найти, где ей прокрасить корни, они такие немножко непрокрашенные получили, я не знаю, что с ними делать, честно, пионерская, вот, если кто-то вдруг найдёт на неё более подходящую прическу, можете мне всегда скинуть, я поменяю, и я и поменяла, вспомнила, что есть вот такой очаровательный кофта с, рубашка с кофтой сверху, то есть у неё как бы тоже на плечи накинуто было, но я вспомнила про этот вариант, он вообще мужской, но на женщину тоже можно натянуть, естественно, и, в общем, мне кажется, очень ей подходит, и серёжки поменяла на более крупные, какие у них... Также у нас уже расставил снег, если что, у них тут происходит, типа, соседи пришли знакомиться, ну, уже, на самом деле, уходят, но мы будем строить наш дом дальше, я с участком ничего не делала, только вот на неё допы сделала. Продолжаем строить наш дом, в общем, мы сегодня сколько успеем построим, всё, что не успеем, это самое... Потом буду уже допиливать сама, так, крыша голубая, да просто без снега я её ещё и не видела, мне кажется, вот тут какой-то... Или всё ок? Да, вроде всё ок. Ладно, вроде ничего так. Вот, я делала вот здесь что-то, и я заметила, что здесь нету никакого покрытия. У меня одной стрим тормозит. В каком плане? Всем привет! Ну да, Аперкраст это она, Джетсет это он. А я не так сказала? Я не так, я их по-другому назвала. Аперкраст это девушка, а Джетсет это мужчина. Наконец-то особняк Крастов самих ребят уже создали. Да, кто не был на прошлом стриме, я просто записи на Ютубе не выкладывала, они только здесь на Твиче были. Короче, вот наш товарищ Джетсет, он немножко молодо выглядит и по прическе очень сильно похож на Фэнси Пэнсо. Вот, ну и, соответственно, Аперкраст вы уже видели. Сорян, я их путаю, потому что я могу их путать, и реально у меня как-то... У неё, на самом деле, мульти, конечно, более длинная грива, но вот эта завитушечка её в очень мало каких прическах есть. Шайдинг такой-то веселуха. Поэтому мы долго вчера, да, в прошлый четверг голосовали долго и выбрали, в общем, вот этот вариант с завитушечкой, и я тут приняла попытки перекрасить. Вот, ну, в общем, в целом, мне кажется, похоже. В общем и целом. Так, у вас в каком плане тормозит? Тормозит игра, я говорю, с паузами или что? Луне совсем плохо, голова болит, поясница болит, вся болит. Вчера хорошо погуляла. У меня, кстати, голова утром очень болела, я таблетку пила. Прям встала и чувствую что-то не то, хотя вчера вообще, как бы, ну, просто ничего не делали. Привет, Том, я помню, смотрела тебя, когда была маленькая, помню, как ты делала кексы, которые, кексы из продуктов, которые... Привет, спасибо большое. Чтобы в режиме строительства поднимать и опускать камеру, включив настройки камеры Sims 3, передвигать колесико мыши. Я знаю про камеру Sims 3, но, блин, она мне так... Ну, в смысле, я буду путаться еще больше. Я пробовала переключать на тройку, там, и вот эти элементы вращать можно более аккуратно. Но я начинаю так путаться, что это просто больно смотреть, честно говоря. Ну, в плане, да, я в курсе, я пыталась как-то попробовать. Ну, вот, у меня... Я, правда, пробовала не... Ради того, чтобы предметы вращать не по восьми направлениям, а более плавно, это в камере Sims 3 можно делать. Вот, ну, что-то... Что-то мне как-то не зашло, не знаю. Но я, честно, пробовала. Да, с паузами. Ириска переезжала, отзирала обои, выбирала обои, выпрашивала Sims, залипала в Sims, залипала в слаймах, откармливала кош, не наслаждалась последними днями подпиской на Тома, фиговала от субгробов на Пасху, еще думала, что у меня скучная жизнь. Поздравляем с переездом. Ммм, кексы, которые из продуктов. Останавливается, появляется колесико на 5 секунд, потом пропадает на 2 минуты. Кто-то успел вырасти за это время. А, понятно. Ну, тогда держись, Луна. Слушайте, ну, я не знаю, у меня пропущенных кадров нет. А попробуйте перезапустить, ну, просто F5 нажать. Потому что, как бы, ну, у меня никаких проблем с потоком вроде бы нету, судя по данным. Судя по данным моих приборов, полет нормальный. Вот, то есть, возможно, какие-то, может, перегрузка какая-нибудь на Твиче, там нет никаких сегодня благотворительных стримов, еще какой-нибудь оказии. Может, просто сама площадка немножко не справляется. Может, там все ринулись что-то резко стримить. Я просто не удивлюсь, такое, ну, бывает, периодически. У тебя очень насыщенная жизнь. Не так, как у меня. Знаете, вот про насыщенную жизнь, в общем, да, с одной стороны, когда прям делать нечего-то очень скучно. Но, с другой стороны, когда вот жизнь реально вот такая прям бьет ключом, тоже иногда ловишь себя на мысли, что, блин, можно мне просто, не знаю, пару дней ничего не делать и посидеть где-нибудь, ничего не делая. Потому что, ну, вот, мне, с одной стороны, нравится загруженность большая, да, но, с другой стороны, иногда чувствуешь себя настолько вымутанным, а, как бы, времени просто нет позволить себе не что-то там. Ну, вы поняли. Не напрягаться тоже не можешь себе позволить. В общем, все сложно. Я надеюсь, им можно будет пользоваться, мне как-то не очень нравится. Пробовали выключить и включить стрим. На мобильных устройствах нет F5, хорошо, что я с ноутом. А на ноуте не тормозит? Только на мобильных тормозит? Ну, я, конечно, могу закончить стрим и начать заново, но просто я не уверена, что это чем-то поможет. Мне кажется, что, ежели проблема есть, то, скорее, она где-то в сервисах. Не в сервисах, а, короче, просто в нагрузке на твич. Может, праздники и все решили резко постримить. Так, я вообще хотела вот эту штуку. Я пытаюсь соображать, что я еще хочу тут делать. А что это такое? Очиститель воздуха. Господи, целый этот самый космический... Бесконечность не предел. Осталось около года до экзамена и до собеседования еще меньше намного. А до собеседования куда? В плане. Я как проснулась, я тоже голова болела. Может, из-за погоды, но я рад, наконец-то дождь, это жара 20+. Плюс толком не подышать. Там пишут, что на ноуте перестало зависать после F5. Ну, просто выйдите тогда из приложения, загрузите приложение заново и зайдите, может быть, отвиснет. Потому что, ну, что-то как-то это самое. Короче, по поводу жары плюс 20. Ну, это скорее не то, что прям жара-жара, просто иногда душно бывает в такую погоду. Вроде, может быть, и градус не сильно высокий, но, может быть, банально душно в воздухе. И поэтому, как бы, не очень хорошо себя люди могут чувствовать. У меня такая же фигня бывает. Так, раз. Ох, ну на пол, тут, я думаю, больше нам ничего не надо. Прямо пока что, по крайней мере. Не будем загораживать всё и сразу всякой ерундой. Так, дом, который построил Джек. Во-первых, я хочу им какой-нибудь камин. У нас почти все дома без каминов. Давайте сделаем им какой-нибудь камин. А то что-то как-то хочется, что-то более такого им. Как вы думаете, им в более таком каком-то... Я не знаю, с одной стороны, они как бы вычурные товарищи. С другой стороны, наверное, они немножко более... Ну, в плане вот, как у принцесс бы им не пошло, да, скажем, обстановка такая более навороченная. То есть им надо что-то более такое, ну, стилем модерн, я не знаю. В общем, ваши предположения, в какой бы хате жили джетсет и апперкраст по стилистике? Вот. Я, конечно, очень мало разбираюсь в стилях. Но, возможно, ваши какие-то мысли меня на что-то тоже натолкнут. Вот. Давайте посмотрим по обоям. Может, мне что-то из обоев понравится. А потом будем всё остальное делать. Потому что я, честно говоря, вот по поводу этого семейства вообще что-то в полной прострации. Я бы им забацала тонистный корт, но места нет. Поэтому давайте отходить из того, что есть. Писемец всегда был чем-то недоволен. Пройдай про жару. Краснодаре. В Сочи летом был на протяжении двух месяцев. Чуть не сдох. 35. Почти каждый день. Но было круто. Я только что впервые зашёл к тебе на стрим. Но теперь я буду к тебе на стримы приходить. Мэгди. Мэгдич. Спасибо. Располагайся. Фоловь. Сегодня и вчера делать до стрима было нечего. Единственное, что я могла сделать, это учить анатомию, срисовывая с референсов. Плохо, когда нет школ. Сегодня день памяти жертв Холокоста. Точно, наверное, да. Мне на такие даты очень плохая память. По-моему, в каждом доме контрлота комменты ставил как минимум один. А мне кажется, нифига. Вот, допустим, соседи. Сейчас мы к ним залетим. Мне кажется, я им тут еле ставила. Ну, давай, залетай быстрее. Залетай, 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 залетай. Я не уверена, Пупу. Я просто так часто строю, что я, конечно, могу что-то забывать. Но мне кажется, почему-то вот в этих домах у меня, может быть, в лучшем случае в одном какой-нибудь камин есть. Вот у Фотофини что-то с камина, допустим, нету. И у Тойти, по-моему, или у Тойти был камин. Ну, нет, каким-то я камины, конечно, ставила. Там сугробы не расставившие. Но, по-моему, это было скорее... Правила. Так, тут камина тоже нет. Тут у нас что только нету, но только не камин. И у Сесси, мне кажется, тоже камина нет. Мне кажется, камин есть только вот в том, там, где общага рядом. Сейчас, я посмотрю, меня просто заинтересовал этот момент. В той части, где принцессы живут, наверное, я камины ставила. Но здесь, по-моему, нет. А, вот тут есть камин. Вот такой хай-тековский тоже. Ну, короче, ладно, скажем так, не в каждом. Но можно было бы и чаще ставить камины. Александр, привет. Мы строим домик Джацета и Аперкраст. Это элитные пони, которые ходили с гордо поднятыми носиками постоянно. Я думаю, надо вот какую-нибудь такую, только другой расцветки. Что у нас тут есть? Вот голубенькая какая-нибудь или... Ну, короче, им с какими-нибудь визелями вот такими надо, я думаю. О, слушайте, может быть, им вот такое более розоватое сделать? Я думаю, Аперкраст бы заценил. Но мы сами понимаем, что в этом доме главный вовсе не джет-сет, поэтому... Не будем, как бы, лукавить. Все мы понимаем прекрасную расстановку приоритетов в этом семействе. Так, и... И-и... Привет от Хельги. На донате у меня уже к нету, только налом. Карточка пустая. Как это? Засовываю в монитор. Большое спасибо. Ничего страшного. Ты вчера много донатила, так что не переживай. По этому поводу. Климаты разные. Я прям-прям на Волге. Для меня сложно даже плюс 20 переносить. Ну, во-первых, да. Зависит от того, в каком климате ты родился. И зависит... Ну, как бы... Если ты привык к постоянной жаре, то, конечно, для тебя это будет не особо критично. Да? Если ты вот вырос в более прохладных условиях, то жара, наоборот, будет не очень. А есть люди, которым вообще совершенно одинаково. Это... А, это... Баскетбольная площадка. Ничего себе, такие есть? Я что-то даже мало строю. Очевидно, что я не в курсах была. В общем... Наверное, вот такие... Или не такие. Или вот такие пафосные деревяшечки. Какие-то они сильно красноватые, наверное. Нет, давайте что-нибудь более... Не такое... Брутальное. Вот какая разница, казалось бы, да? Вот. Тоже деревяшечки, но не такие брутальные. А еще вот такой... О, может быть такой? А где там вот такой паркет клали? Элегантный паркет. Мне кажется, где-то мы его уже размещали. Этот паркет еще... Так, давайте сначала свет какой-нибудь повесим. Здесь сестра называется домик джетсет и апперкраст. Как думаешь? Точно. Так, кто у нас там подписывается? Точнее, фолловит. Спасибо. Располагайтесь. Итоговое собеседование, чтобы допустили к экзаменам по русскому. Если не пройти, не допустят. Ничего себе у вас там сурово. Так. Данил. Отрезной. Или как? Ты мне не отвечаешь. А что ты мне писал? Уделайте мой ник в чат. А, вот. Ты видела когда-нибудь игру джек-бокс-пати-пак-три-четверти. Джек-бокс-пати. Слушай, не, я что-то такое не это самое. Не слышала. Сорян, пропустила, да. С выделеном даже пропустила. Этот паркет был в концертном зале вроде. Да, наверное. Снег на пасху, это норм. Вот. Я ответила на ваш вопрос? Не знаю. Все хорошо. Я стараюсь смотреть на чат, но если я пропускаю, вы уж не обижайтесь. Потому что очень-очень достоинственно строить и смотреть в чат одновременно. Вам же будет неинтересно смотреть, как я ничего не делаю. Ну, теоретически. Хотя, есть же всякие just-чатинги, где просто народ вообще просто общается и даже ничего не делает. А на что, в одной перекраске? Да ладно. А, да. Она действительно в одной перекраске, это доп. У меня уже столько допов, что я уже сама теряюсь, что у меня доп, а что у меня не доп. Ну, ладно. Вроде неплохо тут смотрится. За навесочки. Тяжело строить в Симсе параллельно что-то делать. Ну, постоянно просто отвлекаешься. Как бы... Мне кажется, при почти любом стриминге ты постоянно на что-то отвлекаешься. Но вот некоторые вещи особо сложны. Так, что у нас еще на узкое окно есть? Что-то такие розовенькие. Да, они красненькие, они розовенькие. Сложно рисовать крылья поням под непривычным ракурсом. Я делала джаз-чаттинг, там кроме наших всякое быдло приходит и оскорбляет стримера. Ну, вполне возможно. Я, кстати, в джаз-чаттинге, по-моему, ни разу не стримила. И я обычно в подкастах стримлю. Вот. Ну, да, тролли какие-нибудь. Особенно, если они, допустим, видят, что у человека как бы не особо много подписчиков, что их как бы не запинают местные, скажем так, то, возможно, они действительно могут себе лишнего там позволять. Короче, ну, может попробовать как-то ради этого самого интересного. Ой, какой классный шоколадный, правда? Нам, вообще не в тему, но цвет очень красивый шоколадный такой. Че строю? Че творю? Че делаю? Когда не знаешь, что хочешь делать... Не, мы не будем делать вычурные обои. Так, бжжж! Самые вычурные шторы. Типикал Тома. Как-то прям в розовый, в розовый не хочу я. Давайте вот с этими попробуем что-нибудь сообразить. Они очень хорошо имитируют поверхность камина. Вы не находите, что они вот прям похожи на поверхность камина? А тут у нас немножко в туалет заходят. Ну и ладно. С кем не бывает, да? Слушайте, нам тут вообще-то кухню еще надо где-то делать. А где тут кухню делать? Может быть, вот так вдоль. Вот тут, кстати, возможно, стоит подумать про барные стойки какие-нибудь. Ну, в плане не барные стойки, а уголки. Обои поменяют у принта с паркетом как-то не в тему. Может, если что-то с отделкой потемней? плинтус с паркетом? Ну, не знаю. Плинтус с паркетом норм вроде. Насчет... Сейчас. Интересно, мы когда-нибудь будем играть в контролете в режиме жизни? Это риторический вопрос. Я на самом деле... Еще вот такой вариант, кстати, есть какой-нибудь. Но он тоже с плинтусом. Я на самом деле об этом очень плотно думала. И я вот беру тайм-аут, собственно, немножко обдумать это более предметно, потому что, возможно, я бы хотела поиграть, но, возможно, я бы хотела все-таки какую-то историю под это дело сделать. Как вы думаете, какие лучше? Давайте голоснем. Сейчас еще вариант посмотрю. Это он и есть, да? То есть, я бы хотела поиграть, но перед поиграть я бы хотела немножко доделать некоторые еще локации и придумать какой-нибудь сюжет. Ну, в плане, чтобы просто если мы вот возьмем персов и просто таки, а давайте поиграем, и как бы без отыгрыша конкретной ситуации будет очень сложно выбрать за какие семьи играть, что прокачивать, что отыгрывать, то есть слишком много всего, и мы просто потеряемся, поэтому мне хотелось бы сюжет написать, в частности, вот со злой шестеркой, там все такое, но это реально надо время сесть и подумать и выписать все и доделать главное, потому что у нас еще не доделаны некоторые локации, но перед доделыванием надо, я имею в виду подсюжет, если брать, в общем, я думаю, что мне надо взять тайм-аут и реально покумекать после того, как я доделаю то, что хотела доделать по ку-ку, я не знаю, мне вот кроме этих двух вариантов как-то больше ничего не нравится, давайте выберем, по-моему, вычурность этой семейки подходит, там была вроде бирюзовая расцветка, попробую ее, в смысле, вот эта же бирюзовая, такая, ну, вот, давайте сделаем вот так, ну, тоже ничего так прикольно, давайте проголосуем, сейчас я сделаю голосовалку, короче, розовые, бирюзовые, меми, бирюзовые, зовые, я говорю, и желтые, ну, вы поняли, короче, единичка розовая, двоечка бирюзовая, троечка желтая, я пока чат еще посмотрю, до того, как у меня появился Sims, я думала, что я в нем, но когда он у меня появился, я такая, а как поворачивать камеру? У обоев, которыми все стены обклеены, есть бирюзовая расцветка, попробую ее, мы можем голосовать за кого-то, будем играть, но вот, я понимаю, я так, изначально, я так и думала, что мы будем, вот, вот, когда я только начинала проект в каком, в семнадцатом году, я так и думала, что вот построим, и я буду просто каждый стрим начинать с того, что мы будем голосовать, за какую мы семью играем, и мы будем в нее играть на стриме, да, но, чем дальше мы делали, потом мы вот начали вампиров делать, и я стала понимать, что, да, это будет интересно, там, первое какое-то время, вот, но без какого-то глобального сюжета, вот просто, знаете, там, просто вот мы там выбираем, не знаю, Селестию, и прокачиваем ей карьеру политика, допустим, да, вот, это будет какое-то время, ну, прикольно поделать, но без какого-то, вот, цели, это немножко сложно будет делать долго, ну, вы понимаете, о чем я, можно сосчитать бирюзовую, лавандовую, лавандовую, миленько смотрится, сосчитать, сосчитать, ну, можно в какой-то, например, на верхних комнатах, ну, нет, в одной комнате сочетать, конечно, это сильно, но вот, допустим, внизу сделать бирюзовую, а наверху в спальне лавандовую, это как вариант, так, и, да, больше всего народ хочет желтые, чем розовые, меньше всего потом идут желтые, потом бирюзовые, потом розовые, ничего не поняла, проголосовала от фонаря, ну, что ж, вот, а вот, смотрите, народ подтягивается, розовые, бирюзовые уже пополам, ну, блин, почему, 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 почему желтые побеждают, если серьезно, как поворачивать камеру, в чем, розовые же самые топ, вот видите, какие у нас все разные, с разными мнениями, ну, короче, у нас желтые, почему-то больше всем понравились, а розовые и бирюзовые одинаково, вот, теперь розовые, чуть-чуть более бирюзовые, да, короче, я поняла, что всем все одинаково, примерно, по поводу камеры, вот тут переключается камера, вот, можно ее врубить на Sims 3, и она тогда по-другому работает, но мне неудобно, я начинаю тупить, путаться, и вообще, я уже привыкла, вот, к четверке, и в тройке я начинаю жестко, вообще, лакать, подвисать, и такая, что-то происходит, давайте мы розовые тогда на второй этаж возьмем, для спальни, я думаю, ну, там не только спальня будет, вот, насчет бирюзовых, мне они тоже, в принципе, нравятся, в туалет давайте ими сделаем, так, ну, если что, расцветку я выберу, главное, я бы ее запомнила, так, я подумаю, может, мы сейчас там еще две комнаты сделаем, одну сделаем бирюзовую, вторую розовую наверху, а внизу будет все такое пафосно-желтенькое, так, и я вообще думала свет поставить, и попробовать как-нибудь впихнуть кухню тут, хотя бы там холодильник, хотя бы там плиту какую-нибудь, какую-нибудь большую лампу нам надо тут, можно я повешу вот так, а то у меня не туда и вешается, а это что такое, ой, какая милота, почему желтый надо, розовый, мне больше розовый нравится, нет, в смысле, в главной комнате сделать интерьер в бирюзово-лавандовой гамме, а спальню можно сделать королевской желтой, больше не будут фонаря голосовать, джекбокс-пати не три четверти, а три и четыре, ну, я в любом случае даже не пойму, об чем это, честно говоря, кухня бирюзовая, зал-гостиная, спальня розовая, бирюзовую, розовую нору, или мне послушать, зал-гостиная желтая, ну, вот мне тоже кажется, что если желтый, вот если выбирать, то желтый лучше в зал, более такой парадный, а вот бирюзовый и розовый, тогда более спокойные, тона взять на второй этаж, там сделать розовую, допустим, спальню, а бирюзовую, допустим, сделать какой-нибудь кабинет, для джетсета, потому что, то, как бы, я все понимаю, наверное, мужику нужен собственный угол, вот, и, короче, неплохо было бы сделать там что-то такое, наверное, так мы сейчас с вами и сделаем, сейчас я выбираю, вот, может, такие взять и не парятся, какие-нибудь такие, не особо, просто, чтобы этот угол был посветлее, чтобы тут, типа, кухоньку сделать, кстати, по поводу, лестницы, вот так, кстати, по поводу тогда паркета, может быть, этот паркет оставить на верхний, а на низ сейчас другие досочки какие-нибудь положить, вот тут мы сейчас с вами потом как-нибудь огородим какой-нибудь мини кабинет, и сделаем его бирюзовым, а здесь делаем желто такой, и, может быть, тогда поменять паркет на какой-нибудь более, не, этот цвет тоже красивый, но вот я хочу как-то с бронзовым сочетнуть его, с щитом, пе, пе-пе-пе, может, вообще белые какие-нибудь, русские, что они все такие корявые, один корявый другого, не, вообще не смотрится, а есть ковроли, какой-нибудь пафосный, да, нет, ковролина-то здорово, но не везде, а если взять паркет, в смысле не паркет, а вот эту фиговину, ух ты, классно, кстати, вот это я понимаю дом, очень, по хату смотрится, только надо ковры положить, чтобы так не рябило, так, с голубеньким, у них такой будет мини, этот самый, мини, мини замок, но я думаю, что мы сейчас просто коврами разбавим, и будет более-менее ок, наверное, ну, просто если мы уже делаем пафосную прихожую, давайте делать пафосную прихожую, вот, ковер путешественник, на, не слишком вервиглазно, погодите, я говорю, сейчас мы запихнем ковры, и будет не вырвиглазно, сейчас я только подберу какой-нибудь подходящий, ковер, я, нет, так-то, конечно, вырвиглазно, если вот просто, если так оставить, то, конечно, это немножко, множко, но если сделать какие-нибудь красивые коврики, наверное, сейчас, нет, сильно коврик, надо какой-нибудь такой, какой-нибудь, какой-нибудь, сейчас, погодите, теперь думаю что-нибудь, не, ну, если что, мы всегда вернуть можем, какой-нибудь хочу, хочу какой-нибудь, вот, может, такой какой-нибудь более нейтральный, так, какие у тебя расцветки есть, желтый, а с вензелями, может, квадратно подойдет, так, что у тебя тут есть, не пафосно, надо какой-нибудь пафосный ковер, так, ты какой есть, о, вот этот коврик мне нравится, кстати, он такой, а что с такой, с него текстура просвечивается, вот это, вот это поворот, я думаю, дождите, а вот этот, белый, желтый есть, как-нибудь, так, дай-ка, дропим, вот тут у нас, что есть, во, еще и на улицу хватает, я завист, а можно в полтора раза, а не в два, а что с лестницей, а что с ней, а, джекбокс пати, это и онлайн-игры, там надо присоединяться по коду, что-то очень вырвеглазная гостина, там был ковер в виде медведя, было бы вообще зашибись, может, проголосуем в группе, и здесь, что лучше строить, и играть тогда, или строить, если будет строить новый город, или что-то еще в контрлоте, ковер против камина, классно, мне очень не огнеопасно, учитывая, как Симу любит все сжечь, похоже, кто-то забыл случай с Nightmare, у меня есть ковер, кстати, шкурка, вот, конечно, не медвежья, но, она меняет цвет еще, они взяли какую-то корову, по поводу, если еще, я еще хотела достроить, только то, что в лесу, и злую шестерку, вот, это я то, что хотела, вот, насчет проголосуем, я думаю, что, есть вот такой камер, с хвостиком, насчет проголосуем, я думаю, я сначала сама соображу, что я, как я вижу, вот, и если я как-то увижу конкретно, то, ну, есть, короче, я, я поняла, что вы хотите принять участие, в жизни, проекты, возможно, и мы это сделаем, блин, давайте мы, Найзи, наверное, мы вот эту рябь оставим, но оставим ее под кухню, а основную часть мы сделаем какой-нибудь все-таки другой, потому что что-то с коврами не очень, давайте мы тогда вот тут сделаем ковролином, ну, в плане, я не могу подобрать размер, я такой лох, что не могу подобрать размер, опять я выбираю самый вербеглазный, ааа, так, что у нас тут есть, ну, вот эти просто, завитушки, наверное, только белые, наверное, так, как-то, как-то так, а вот это можно еще продублировать вот сюда, наверное, или нет, сюда лучше продублировать вот это, вот, ой, не туда, и знаете, чтобы вот эту фиговину от, 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 отрегулировать, по-моему, где-то был, по-моему, в спа-салоне в наборе, была такая паркетинка на пол, сейчас, это лампа, вот, вот такая штучка, и можно ее использовать, как, соответственно, бортик, вот, и также сюда можно будет поставить какой-нибудь, короче, сейчас сделаем им мини-кухню, так, это мини-мини-ванна, похоже, это были животные-мутанты, может замок двух сестер, да, да, вот, замок двух сестер надо отредактировать, зекору дом поставить, в общем, вот это все, что в вечно диком лесу, вот там вот, плюс, какое-то жилище сделать для злой шестерки оставшихся, ну, то есть все к вампирам, наверное, не влезут, в общем, надо вот это все подумать, как-то, в общем, это все вот скомпоновать, чтобы было классно, золотой холодильник, теперь вы видели все, вот, этот, нет, это от другого комплекта, да, да, отдай, сейчас еще верхние ящички повешу, повесю верхние ящички, говорю, ладно, сейчас выровняем, так, верхние ящички, верно, желтые тоже кинем, нет, не настолько желтые, ну, вот эти тоже, в принципе, или лучше модерн, не то, чтобы эти мы ящики когда-либо увидим, серьезно, их банально не будет видно, но мы же будем знать, что они там есть, может, эти белыми сделать, мини-кухня такая, мини-мини, совсем мини-мини, а готовить они будут на полу, а, кстати, что-то я делаю, нет, никакая, им не раковина нужна, им нужна просто посудомойка, а готовить как раз можно, пинтерю сюда, посудомоечную машину, извините за мой французский, короче, вставить посудомоечную машину, вот, в эту штуку, и, и все, и будет кошерный, можно даже повыше, сюда повесить сигналку, я не знаю, у вас когда-нибудь эти сигналки чем-нибудь помогали, я их везде всегда вешаю, но что-то я не помню, чтобы мои симы мясо пользовались, при пожарах, у меня часто пожары в симсе, но я не очень помню, чтобы они их юзали, давайте какую-нибудь, вот здесь какую-нибудь бар на стойку поставить надо, какую-нибудь, знаете, сейф что ли сделаю, давно не сохранялась, золотая ванна, золотое зеркало, золотая кровать, многое другое с пути к славе, да, там много всего золотого есть, что это от меня, ну норм, даешь поселение поняшек в Forgotten Hollow, мои глаза опять собрались в кучку, в смысле, золотая плита, я как-то поиграл в новом городе, где живет Джунипер, у меня, короче, зима была 7 дней, все 7 был ливень с грозой, снега так и не было, а Джунипер живет в жарком городе, там, как и в оазисе, как таковой зимы нет, ну то есть она как бы есть, но она как бы, максимум это дождь, то есть снега у нее не будет выпадать, потому что так как, ну это в общем просто пустынный город, как и оазис, то есть там в принципе не предусмотрено, что должен быть какой-то снег или что-то такое, просто на это не рассчитано, скажем так, вот, не на что, мне нравятся эти тумбы, но честно говоря, что-то у меня альтернатив, тут особо, мне нужны тумбы с короткой крышкой, и что-то остальные не лучше, скажем так, а вот эти как сзади смотрятся, может быть такие встать, и как-то ловчее смотрятся, эээ, стул, стулья отдайте, что такое-то, стулья отдайте, ну и нуарм, что, мини, ну и они вдвоем живут, детей у них нет, и я так понимаю, не особо предвидится, поэтому я думаю, что им вполне ок. Украшения, где там эти сковородки были? тут сковородку им. Они звенят, когда пожар, сигнализируют симам, чтобы они бежали, тушили? Не желтый, а золотый, да, все золотое, верни желтый холодильник и плитон. Ну давайте верну, если вам нравится, то и давайте верну. Так, вот такие у них тут есть штуки. Вот, давайте такую, наверное, тут просто еще и бокалы с вином есть, или это ложки? Не, это ложки, мне просто показалось, что это бокалы, но это ложки. А, или там набор сковородок, да, был? Ну ладно, давайте такую с ложками, вилками. То я редко ее куда вешаю. Вот, и она опять-таки, вот эта вот имитация вот этих штук, очень даже неплохо. Единственное, что я бы, наверное, в этом закутке еще поменяла цвет. А вот эту можно штуку сюда повесить? Если можно, то это было бы ощековаться. А есть она какого-нибудь белого цвета? О, а может тут еще белую полочку и... Ща, погодите. Ща я им тут навесил. Еще у нас есть вот такие классные штуки. Масло всякие. Ой, тоже желтенькие. Так, тут, наверное, будет мешать холодильнику открываться тут. Или не будет? Или будет? Непонятно. Предлагаю не расковать и повесить куда-нибудь сюда. Вот эту вот так штуку. Вот эту рядом. Используем лестницы по максимуму. Короче, вот сюда я бы повесила какое-нибудь маленькое меню. Где вот маленькое какую-нибудь менюшку? Не то, чтобы они сильно... Вот меню, по идее, не должно мешать открытию холодильника. Насчет всего остального я не уверена. В плане, оно не занимает по идее место. Но это не точно. Вот. Бар. Обязательно. Просто. Просто обязательно. Просто если в этом доме не будет бара, я себе не прощу. Так. Так. Дальше. Стены. Вот я думаю, что может быть кухонную зону плиткой отгородить. какой-нибудь какой-нибудь классный. Если у меня какая-нибудь классная. Или, ну, только так, такое себе, да? А где-то у меня были с розовыми розами. Розовые розы. Ага. Ага. Ну, удеяние. Никогда не найдешь, когда надо. это было точно в плитках. Вот. Это, наверное, вот так если сделать. Ммм. О. Нет. Не нравится. Надо с бортиком что-то. щита-то с бортиком. Если вот так. Как думаете, сделать вот плиточку или вернуть как было? Ну, просто, если бы я жила в таких условиях, я бы, конечно, предпочла плитку напротив кухни. Даже если обои моющиеся, все равно возюкаются, что азаза. Щит. Ну, это совсем простенький вариант. Ну, хотя он достаточно неплохо смотрится, потому что у него еще верх закрыт. Жалко, в Sims нету круглых комнат и лестниц. Поселение оленей не поняшек, а оленяшки в лесу. Fargotten Hall, там Аспин, Брамбл и Блоктер. А, оленей. Точно, не дочитала. А как же пафосная столовая для светских обедов? Не, ну, в зале сейчас мы тоже еще стол поставим. Можно будет водить Nightmare Rarity и Блокторна на свидание, а он потом от нее вампиризм... А он ее от вампиризма может вылечить эльф как-никак. Интересная, кстати, мысль. Никогда не понимала прикола меню в дом. Но не обязательно меню, можно там записывать какие-то что купить там, допустим. Но вечеринку в этом доме не провести. Вернуть как было. Ну ладно, короче. Так как было или не как было? А давайте проголосуем. Короче, давайте проголосуем. Обои и плитка 1 или плитка 2. Так, два, три. Обои. У меня выключили свет. В смысле, солнце село, надо включить свет в комнате. Обои. Плитка 1. 1. Плитка 2. Плитка 1, которая серенькая, а 2, которая более цветная. Короче, вы пока голосуете, я пока свет включу, а то уже ничего не вижу. Пишем 1 цифру. 1 цифру. Что мы делали? Короче, про оленей это, конечно, интересная мысль. Надо посмотреть, сколько там лотов. Там, конечно, огромное поселение, по-моему, не посделаешь. Там лоты достаточно скромные в Фрикоттенхолу. Но какой-нибудь пару домиков, наверное, можно действительно. Зикору и оленей, раз уж они там жили. Спасибо, Данила. Наскетчула Русульку, а лайнить лениво. Ой, лайнить лениво, это вообще по жизни. Итак, что у нас? У нас знак ПИС. Обои 5, плитка 1, 2, плитка 2, 5. Так. Все? Все проголосовали? Вы не облегчайте мне выбор. Короче, либо обои, либо вторая плитка, да? Так. Ну, вы знаете, если брать вторую плитку, то ее надо выводить еще на лестницу. Вот я сейчас сделаю. А тогда она еще и с этой стороны вылазит. Поэтому, наверное, мы оставим обои. А плитку эту можно будет в ванну зафигачить, наверное. Она, в принципе, как бы, ну, логично, конечно, смотрится, но что-то как-то вот на лестнице, то, что она уже переходит, мне уже не очень нравится. Если сделать только вот так, ну, давайте вот так, наверное, сделаем, то есть только дальнюю стену сделать, который, который фартук у кухни, вот только ее сделать, вот так. Или вообще вот так однотонно покрасить и не париться? Она тогда и не выделяется? Давайте вот так оставим. Короче, она как бы зашпаклевана здесь. Ну, зашпаклевана, ну, вы поняли. А есть что-нибудь с плинтусом на без рисунка? Такой вариант есть. Что там? Вот давайте, наверное, вот так сделаем. Смотрите, оно как бы такое переходит в серо-желтое, но оно как бы ок смотрится. То есть, как бы у нас и плинтус остается по верху идет. И вот тут как бы, ну, не тканевые обои все-таки. Вот сюда, наверное, продлевать не будем. Это смотрится уже немножко мавзолейно. А вот по этой части, мне кажется, хорошо. Окей, все, останавливаемся на таком варианте. А что, кстати, по полу? Нет, в пути к славе пола не было. Окей. Что я еще хотела? Хотела поставить что-нибудь на стол. Какой-нибудь фрукт или что-нибудь такое. или торт. Давайте теперь голосуем за обои или плитку. Так, а что мешает не ставить плитку на лестницу? Потому что на лестнице бы оставались обои. Ну, короче, все, я вот так вот сделала. Я остановилась на этом варианте. Ну, да, логично, чтобы обои над плиткой не коптились. Шикарно получилось. Ну, я рада, что вам тоже нравится мое итоговое предложение, скажем так. Ну, просто, да, обои вот в местах, где соприкасается, ну, не очень, честно говоря, с кухней. Кто готовил, тот понимает, что там вечно весь жир, все вот это вот, все, ну, короче, не очень. мягко говоря. Где у вас тут прихожая? Так, я вообще искала просто вазу с фруктами или чайник. Хотя чайник у них там, тут давайте будет ваза с фруктами. Только и найти надо сейчас. Ой. Так, я чуть подвинула микрофон. Вроде вам должно быть мне еще все слышно. Может быть, фрукты? Изящное блюдо с фруктами. А не изящное, то нет. Не изящное не поставим, только изящное. Ну, как-то так. А я посередине не хочу. Посередине оно не хочет. Ну, ладно, пускай на одном крае стоит. Вот, я говорю, что вот эта часть, она вот, мы ее строили, строили, а ее все равно будет нифига не видно, потому что там еще зад дома идет. А зад дома я убрать... Не, конечно, могу, наверное, но не стоит, потому что там крыши как бы красиво сделаны. Не люблю дома, которые, знаете, вот такая сплошная стена. Ну, как-то сильно смотрится. Вам перерыв надо? Вы мне лучше напишите, вам нужен перерыв или не нужен? Если нужно, то можем сейчас сделать, на пару минут потом продолжить. Мы как раз уже час сидим. На стол абрикосы. А кухня будет без раковин? У них там посудомоечная машина, я думаю, им за глаза хватит. Я не думаю, что они прям тут будут сами готовить-готовить. Вот. Но если и будут, им хватит, а, ну, если что, ванной недалеко помыть что-нибудь. Бамбушке однажды на кухне взорвалась банка с вином, и все, оно оказалось на стенах. После этого обои были в хлам, и мы сделали ей плитку. Хорошо, короче, перерыв на две минутки, там, за чаем, за кофе, скоро вернусь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok